Не может решить жилищные проблемы и Владимир Уфимцев из Восточно-Казахстанской области. Инвалид первой группы, пятикратный чемпион мира, Азии и Казахстана по пара-армрестлингу. Живет в аварийном доме. Мужчина уже больше десяти лет стоит в очереди на социальное жилье. Владимир не раз обращался в районный Акимат с просьбой решить его жилищные проблемы. Все-таки он прославляет родной регион на международной арене. Но пока все тщетно. В каких условиях живет и тренируется чемпион, расскажут мои коллеги. В комнатах осыпается штукатурка, на стенах трещины, плавится проводка и осыпается печь. Устранить все проблемы дома Владимир Уфимцев не может. У мужчины нет денег для этого. Но именитый спортсмен не сидит без дела. У него есть небольшое подворье. Он разводит кур и гусей. Я кроликов тоже держал. Движение – это жизнь. Владимир Уфимцев лишился ног после аварии на производстве. Мужчина – единственный кормилец семьи. Он рассказывает, что на пособие по инвалидности не проживешь. И поэтому он освоил новую для себя профессию – кольщика дров. Поэтому ежедневно ездит на работу. Так как инвотакси у нас нет в поселке Губоком, спонсоры дали в аренду машину с обученного управления. Вот я еще. Владимир шутит, что теперь совмещает приятное с полезным. Так сказать, зарабатывает и тренируется. Владимир также успевает выступать и на соревнованиях. На этих архивных кадрах рукоборец сенсационно выигрывает чемпионат страны. Дальше – пять побед на Кубке Азии и золото чемпионата мира. Свои медали он бережно хранит в квартире родственников. Говорит так спокойнее. Но мечтает о том дне, когда сможет украсить наградами стену в собственном доме. Десять лет назад наш герой встал в очередь на жилье по инвалидности. В десятом встал на очередь. Там документы надо было обновлять, я больше не обращался. Квартиры начали давать. Пришел, говорю, там новый дом у нас построили. А вас, говорит, очереди почему-то нет. И все, я еще раз встал на очередь в шестнадцатом году. Сам Владимир рассказывает, что был бы рад и арендному жилью, потому как он опасается предстоящей зимы. По его словам, дом не готов к морозам. В районном Макимате нестыковки с выдачей квартир для очередников отрицают. Чиновники поясняют, конкретно сейчас дома строят для многодетных семей. А Владимир не входит в эту категорию. Но все же они пытаются решить его вопрос по-другому. И уже ищут спонсоров среди предпринимателей. 3 миллиона тенге мы уже нашли. У нас есть свой благотворительный фонд развития. Предприниматели района выделили эти деньги. Но их недостаточно. Поэтому мы обращались к ведущим крупным предприятиям города Ускаменогорск, пока они нашу просьбу не поддержали.